Вы готовы к новой улётной подборке увлекательных спортивных моментов? Тогда вы попали по адресу. Как всегда, мы собрали для вас самое лучшее. От зажигательных танцев, которыми спортсмены празднуют свою победу, до поистине комических ситуаций, в которых они оказались. Вас закружит вихрь удивительных эмоций, и вы в очередной раз убедитесь, насколько прекрасен, драматичен и непредсказуем мир спортивных событий. Подписываемся на канал, ставим лайк этому видео и принимаем низкий старт. Футбол – это, конечно, не сцена, но актёрскому мастерству некоторых игроков можно только позавидовать. Иногда праздновать победу раньше времени не стоит. Будущие звёзды рождаются ещё на трибунах. В баскетболе порой происходят удивительные вещи. И вправду, вероятность такого попадания – один на миллион. Прыжки с трамплина – опасный вид спорта. И умение правильно сгруппироваться здесь играет не последнюю роль. Красивым спортсменкам неудачные попытки охотнее прощаются. Даже когда кажется, что всё пропало, небольшая, но надежда всё-таки остаётся. Не переживай, парень, у тебя всё ещё впереди. Поклонники перфекционизма, вы здесь? Даже когда ты в спешке, смотреть под ноги никогда не помешает. Хотел подразнить соперникам, но споткнулся прямо перед финишной чертой. А потому и проиграл. Что сказать, справедливость восторжествовала. Похоже, раньше времени порадовали своему успеху и волейболистки в красной форме. Уличный баскетбол всегда был и останется кузнецей талантов. Если одна спортсменка оказывается на земле в победном рывке, то второй не посчастливилось, и досадное падение произошло за несколько метров до финиша. Зрители оценили этот смелый прыжок за мячом. Благо, всё обошлось без травм. Погода часто вносит свою лепту в соревнованиях велогонщиков. Даже на скорости такую лужу не преодолеть. Даже если судья ошибся, более слабый соперник всегда это признает. Тот самый случай, когда фильм становится хитом благодаря актёру второго плана. Когда соперник действительно выше тебя на три головы, шансов не так-то много. Спортивные баталии иногда напоминают рестлик. Прямо греко-римский баскетбол. Одежду для танцев стоит всё-таки подбирать более тщательно. Предложение руки и сердца всё-таки дело интимное. Нет ничего более обидного, чем услышать «нет» на виду тысяч людей. Пожалуйста, поищите мне другого инструктора. Законы физики никто не отменял. Особенно в спортзале. Очередной пример слишком раннего празднования победы. Сколько граций и эстетики в прыжках в длину литовской спортсменки Дианы Зайгановой. Не меньше восторг у зрителей вызывают и выступления француженки Элис Русис. Правда, к сожалению, не все её попытки удачные. Невероятные результаты в прыжках в длину демонстрирует Экадис Агни, выступающая за команду Швеции. Прекрасный настрой и чемпионская мотивация. Но в последний момент что-то пошло не так. Насколько всё-таки удивительно человеческое тело. И какие чудеса гибкости. Когда самая важная попытка оказывается удачной, празднование победы начинается ещё в воздухе. Поддержка родных и близких для спортсменов бесценна. Испанская бегунья Мария Изабель Перес делится эмоциями со своим отцом. Если даже во время дуэли взглядов публика начинает закипать, то даже сложно представить, какой ажиотаж будет во время самого боя. Женский спорт – это не всегда грация и эстетика. Что же приводит представительниц слабого пола в клетку для боёв? Техника выполнения прыжков в воду достаточно сложна. Любой просчёт стоит дорого. Сколько же нужно тренироваться, чтобы забить гол в таком акробатическом этюде? Даже неприятное падение не так обидно, когда у тебя уже в кармане золотая медаль. Интересно, что за записка попала в руки этому футболисту? Может, тайная поклонница? А примерно так выглядят здоровые отношения в команде. У больших спортсменов всегда большие сердца. Друзья, благодарим вас за то, что это время вы провели вместе с нами. Подписываемся на канал и комментируем то, что понравилось больше всего. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok